Давайте сыграем с вами в игру. Я буду перечислять области промышленности, где используется этот эффект. А вы попробуйте угадать. Металлургия, горнодобывающая промышленность, медицина. Нет ни одного предположения. Я поскажу. Во всех этих областях сразу. А совсем скоро планируют использовать даже в автомобилестроении. Причем за дело взялись наши алтайские ученые. Электрогидравлика. Сложное, далеко не каждому понятное слово. Но пользу от этого явления открыли еще больше полувека назад. Физик Лев Юткин, мастодон советской науки, создал новый, нетрадиционный способ преобразования электрической энергии в механическую. В резервуар с водой этой оригинальной установки помещают электрод. Другим электродом служат новоанны. На электроды подают ток низкого напряжения, который через сеть трансформаторов превращается в ток высокого напряжения и накапливаются в конденсаторах. Это что-то вроде батареи. И когда заряд в них становится максимальным, происходит пробой. Разряд тока проходит между дном ванны и электродом. С погружением электрода. Разряд достигает второго электрода. Дна ванны. Пробой. В результате остается гидравлический удар давлением в 100 тысяч атмосфер. Удар такой силы способен дробить даже гранитные породы. Это экспериментально доказал инженер-изобретатель. 25 килограмм камня он измельчал за 10 минут. Патенты на применение электрогидравлического эффекта выкупали многие страны мира. Разработки, к примеру, широко используют в медицине для дробления камней в почках. Сейчас же, благодаря разработке ученых технического вуза, электрогидравлический эффект имеет все шансы проявить себя в автомобилестроении. При этом алтайские изобретатели идею советского инженера доработали. И дизельный двигатель теперь может работать практически на любом топливе, в том числе и в воде. Запускается струйка между форсункой и донцем поршня. Пропускается электрический заряд, который разлагает воду на кислород и водород. При этом тут же их воспламеняет и процесс запускается. Сам двигатель конструктивно никак не изменили. Но сердцем разработки стала особенная форсунка с электродом и система электрораспределения, которая формирует заряд, что позволяет воспламенить любое топливо и работать в любых условиях. По словам ученых, их изобретение найдет себя в двигателях, которые используют в Арктике и на Дальнем Севере. Нередки такие случаи, когда дизель у нас перемерзает, даже арктическое топливо. На газу мы ехать тоже не можем, потому что нам нечем воспламенять его. В данном случае это вполне себе спокойно решается. Лев Юткин своим изобретением в свое время перешел дорогу многим традиционным технологиям в разных областях науки. Но, к сожалению, о нем забыли. Возможно, в скором будущем, благодаря вузовским механикам, вспомнят не только вклад в науку советского ученого Юткина, но и смогут беспрепятственно по Арктике передвигаться на технике с двигателями, модернизированными алтайскими инженерами. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.